Медведев, отменив пенсию в 17,5 тысячи рублей, заметает следы. Общество, пенсионная система 11 июля 8.21 Медведев, отменив пенсию в 17,5 тысячи рублей, заметает следы. Премьер отправил черновик планы скандальной реформы в архив под грифом «Секретно». Андрей Полунин. Комментарии в просмотров 416 584. Фото, Екатерина Штукина, пресс-служба правительства РФ, ТАСС материал комментируют. Андрей Гудков. Николай Платошкин. 9 июля Дмитрий Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы. Распоряжение премьера об исключении ее из перечня госпрограмма опубликовано на интернет-портале правовой информации. Программа так и не была утверждена. На портале госпрограмм ее статус значится находится в стадии разработки. Заметим, ликвидированную программу можно считать черновиком нынешней пенсионной реформы. Ее разрабатывали почти 10 лет. В частности, она предусматривала увеличение пенсии к 2018 году до двух прожиточных минимумов пенсионера. Здесь давайте посчитаем. В 2018 году в целом по Российской Федерации прожиточный минимум пенсионера составил 8 вопросительный знак 726 рублей. Это значит, в случае реализации госпрограммы, средняя пенсия в стране сейчас составляла бы 17 вопросительный знак 452 рубля. Заметим, цель эта вполне достижимая. Для этого достаточно вернуться к системе страховых отчислений, какая была при Борисе Ельцине. Пенсионные взносы плачет и работодатель – 28% от фонда заработной платы, и работник – 1% заработка. С нулевых годов, усилиями фундаменталистов, страховые взносы в нашей стране Тихой Сапой были переведены в прибыль буржуазии. Вместо 28 вопросительный знак 29% платится 22% страховых взносов. Единственное, усилиями Владимира Путина на 2011 год они были установлены на уровне 26%. Это был единственный год, когда пенсии в постсоветской России достигли 40% от зарплаты, как того требует Конвенция номер вопросительный знак 102 Международной организации труда. Читайте также. Власть отзовет пенсионную реформу, если нефтяники поддержат народ чему учит европейский опыт борьбы с непопулярными шагами правительства. Но либералов, в том числе авторов развития пенсионной системы, этот путь категорически не устраивал. Так что и сегодня после повышения пенсионного возраста средней пенсии 17 вопросительный знак 452 рубля и речи нет. Ситуацию в абсолютных цифрах обрисовал в интервью известием глава Минтруда Максим Топелин. К концу 2018 года ежемесячная средняя пенсия составит 14 414 рублей. Прибавка на 1 тысячу рублей означает, что в течение 2019 года средняя пенсия будет уже 15,4 тысячи рублей, сказал Топелин, еще раз оговорившись, что это среднее повышение. Другими словами, элита решила, что пенсия в 17 вопросительный знак 452 рубля для народа слишком жирна. Даже с учетом, что отныне, чтобы выйти на пенсию, нужно дополнительно отрубить целую пятилетку. Не надо быть гением математики, чтобы понять, Кремль дал бизнесу, то есть, буржуазии, возможность чертовски хорошо сэкономить на страховых отчислениях. И вполне возможно, что черновик пенсионной реформы госпрограммы развития пенсионной системы проливала свет на то, кто ответственен на непопулярные решения. Не случайно Минтруд целое десятилетие разрабатывал эту госпрограмму, а чиновники исправно получали за это деньги. Симптоматично, что еще в январе 2019 года Медведев утвердил распределение ответственности за реализацию госпрограмм между вице-премьерами и куратором развития пенсионной системы стала Татьяна Голикова. То есть, госпрограмму не собирались сбрасываться со счетов. Почему же теперь она положена под сукну? Что на самом деле предлагалось в госпрограмме развития пенсионной системы? Отношение Медведева к госпрограмме очень дистанционное. Не он ее начинал, и не он продолжал это делал Алексей Кудрин, с которым премьер в натянутых отношениях, отмечает доктор экономических наук, независимый эксперт по социальной политике Андрей Гудков. Мы эту программу в свое время изучали. Главное, что было в ней доказано, что бесполезно и дальше перечислять бюджетные деньги в НПФ. Просто потому, что получаемая фондами инвестиционная доходность ниже инфляции. Затем, в 2015 году, когда шло обсуждение пенсионной реформы, был правительственный доклад, в котором оценили, какой же инвестиционный доход получали НПФ. Оказалось, что российская накопительная система не имеет смысла. Потому что доход меньше инфляции можно получать прямо по депозиту. Все это послужило аргументом для правительства и его тогда возглавлял Медведев, перестать перечислять деньги из бюджета в накопительную пенсионную систему. А сейчас Медведев поступил просто. Он был вполне удовлетворен тем, что пресек бюджетное финансирование НПФ. Но сейчас, ликвидировав госпрограмму, он еще и закрыл вопрос, что надо бы проверить, на что потрачены деньги, которые государство перечисляло в НПФ. НПФ, напомню, пустились в спекуляции, на спаде стали продавать активы, на подъеме покупать. Прибыль при этом оседала на счетах аффилированных компаний, а убытки на счетах действующих агентов. На языке финансовых игроков это называется «обламывать верхушки». Планировалось, что к 2015 году в государственной накопительной пенсионной системе окажется 10-й вопросительный знак 15 ТРЛН. Рублей. Но сейчас, по имеющимся данным, в ней только 3 ТРЛН. Рублей. Независимый аудит, я считаю, в такой ситуации необходим. Но либералам тому же медведеву аудит ни к чему. Вот госпрограмма и отправлена в архив не исключено, под грифом для служебного пользования или секретно. СП. Что еще, помимо вывода об убыточности НПФ, было в госпрограмме. Идеи, которые сегодня реализованы, повышение пенсионного возраста, пусть не напрямую, но косвенно эта мысль проводилась, введение бальной системы при начислении пенсий. Все это в рамках госпрограммы Медведев в свое время не утвердил и остался как бы ни при чем. СП. То есть, это действительно был черновик нынешней пенсионной реформы. Совершенно верно. Идеи вроде повышения пенсионного возраста были в нем прикрыты округлыми фразами, но утвержденные Медведевым, они вызвали бы общественное обсуждение. Замечу, никто не мешает использовать неутвержденный документ как программу действий. В конце концов, манифест коммунистической партии тоже никто не подписывал из руководителей Германии, но это не помешало манифесту служить руководством к действию на протяжении 150 лет. Вот и неутвержденная госпрограмма развития пенсионной системы была для Кабмина руководством к действию. Она незримо действовала на российское общество, и, в конце концов, вызвала в нем серьезное напряжение. Зачем нужна такая пенсионная реформа, если счет отказа в пенсии скоро пойдет на сотни тысяч? Старики без пособий смогут выжить только на паперте или в тюрьме. Заметьте, прибыль крупного бизнеса с 2015 года растет. Это означает, что постепенно повысить ставку в пенсионный фонд для буржуазии не составляет труда. Но нет вместо этого повышен пенсионный возраст. А Медведев, ликвидировав программу, теперь заметает следы. Одна из идей госпрограммы введения бальной системы при начислении пенсий, напоминает завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета, экс-дипломат в ФРГ, США Николай Платошкин. Идея в том, что сначала вам рассчитывают баллы за трудовой стаж, а потом решают, сколько каждый балл стоит рублей. Так вот, сама Татьяна Голикова призналась, что не смогла бы рассчитать свою пенсию по этой системе. И сколько стоит один балл тоже сегодня никто толком не знает, формально нет даже постановления правительства на этот счет. Я считаю, это издевательство над здравым смыслом, и над нами всеми. И здесь нужно не госпрограмму ликвидировать, а менять нынешнюю власть. Случай это сделать представится 8 сентября. Пенсионная система. Властью отзовет пенсионную реформу. Если нефтяники поддержат народ новости социальной политики, пенсионная реформа 2, Путин вмешиваться не будет.